МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спортивный клуб Днепр-1 готовится к самому статусному матчу в своей истории. По крайней мере, на данный момент именно полуфинал Кубка Украины против самого титулованного клуба страны Киевского Динамо является самым топовым матчем для молодого клуба. Согласитесь, что для днепровцев, делающих только первые шаги на профессиональной арене, добраться до этой стадии – как минимум достижение. А по большому счету, это уже и есть самый настоящий футбольный подвиг. Мы так и пытаемся донести до ребят эти же мысли, что уже сделано достаточно. Полуфинал достижения для такого молодого клуба, какой есть СК Днепр-1. Свой вклад мы уже внесли определенный, поэтому нужно получать удовольствие от той ситуации, в которой мы находимся, постараться, понятно, на бумаге «Динамо» явный фаворит, как, в принципе, и другие участники полуфиналов. Но это футбол, есть доля везения, доля сюрпризов, поэтому будем стараться преподнести какой-то сюрприз. Это сенсация. По крайней мере, сколько я осознанно смотрю футбол, там уже, наверное, лет с 12, и я не помню, что в каком-то чемпионате команда добиралась так далеко. Наверное, те ресурсы, которые у нас есть, не позволят нам на равных взаимодействовать, противостоять «Динамо», ну просто потому, что у них команда более атлетичная. Это, наверное, не знаю, она самая атлетичная команда в чемпионате сейчас, и состязаться с ними в этом компоненте нам будет, конечно, очень тяжело. Вот, поэтому мы должны, наверное, основное, в чем переиграть их, это в желании, в настрое, вот это тот компонент, за счет которого мы можем искать ресурсы в каких-то игровых моментах, ну да, мы можем что-то придумать, но я думаю, ключевое будет это умение выжать из себя максимум, это умение терпеть в тяжелых моментах, когда нас будут атаковать, когда нужна будет фокусировка, высокая концентрация, вот именно на эпизодах, вот это будет главное. Перед металлистом, перед Днепром больше напряжения было, как бы здесь, ну там лобовые игры, которые нужно было вообще коровизмом выигрывать, я тут тоже, конечно, нужно выигрывать, но тут все понимаем, что это Динамо Киев. Интересная игра, конечно, фаворит явно Динамо, но постараемся, постараемся преподнести сюрприз. Те, кто постарше уже играл, настраивают потихоньку и говорят, что насколько будет сложный матч, настраивают, и, ну, мне кажется, не стоит даже говорить, об этом много, тут каждый осознает силы соперника. Накануне матча против спортклубовцев киевляне провели тяжелейшую игру с донецким шахтером, минимально обыграв принципиального соперника и, таким образом, до предела закрутив интригу в чемпионской гонке украинской премьер-лиги. Естественно, что к украинскому классику в штабе днепровцев было приковано особое внимание. Мало дал информации, кроме того, что Динамо находится в хорошем состоянии. Понятно, мы не шахтер, и если проводить какие-то параллели, Динамо не будет играть с нами, так как с шахтером, они, конечно, будут больше времени проводить с мячом, играть более инициативно. Поэтому для себя мы особо не вынесли, а только поняли, что Динамо в хорошем состоянии, что Динамо сейчас обладает очень хорошим подбором молодых футболистов, мобильных, быстрых, креативных, которые сейчас получают удовольствие от своей игры, получают удовольствие от взаимодействия друг с другом. Ну, вот это усложняет нам очень много. Мы извлекли то, что Динамо, многие говорили в начале сезона, действительно, они там, может быть, были чуть не в форме, многие говорили, что Динамо слабая. Я всегда знаю и считаю, и всегда это будет. Динамо – это очень сильная команда, и эта игра с шахтером показала. Потому что шахтер, я считаю, по игре и по игрокам входит, наверное, ну, в двадцатку, в двадцать пять лучших команд Европы. А Динамо, я считаю, их переиграла и по настрою, и они удивили тем, что играли высоко, прессинговали, особенно первый тайм. И это показывает, что Динамо – очень сильная команда, и нам будет очень тяжело. Явно фаворит Динамо, но мы будем брать своей игрой, постараемся все равно свой футбол. Конечно, я думаю, что будем играть от обороны, не потому что мы так хотим, а потому что нас так заставит Динамо. Но постараемся использовать, опять же, в этих случаях, как бы не банально звучало, контратаки. И хотелось бы, чтобы удача была на нашей стороне, потому что без нее у нас шансов, наверное, будет очень мало. Ну, посмотрим, опять же, на поле, сейчас говорить можно все, что угодно, а все покажет игра. Честно говоря, был очень удивлен, как бы, как складывался матч, особенно первый тайм. Первая часть первого тайма, насколько Динамо удачно смогла шахтера лишить их, как бы, опасности в атаке, и вообще, насколько хорошо там на их половине действовало, отбирало мячи, и то и вылилось, получается, в забитый мяч. Вот и все. Конечно, все понимают, у нас в команде уровень Динамо. Для многих из этой команды вообще такой матч в первый раз в жизни, поэтому каждый хочет показать с лучшей стороны, и индивидуально, и командно. Очень ровная команда, такой коллектив, видно, все друг за другом, много молодых. Я не могу сказать, кто там такой прям явный лидер, поэтому, опять же, это Динамо Киев. Там, наверное, на каждой позиции есть лидеры, на каждой позиции конкуренция хорошая, по два, по три человека, поэтому за счет этого, наверное, у них идет и ротация, и люди свежие, поэтому, ну, отличная команда, нам будет очень интересно, и мы счастливы, что мы на этой стадии с оранжи Динамо Киевом. Много хорошей молодежи, честно говоря, очень нравится практически каждый футболист, и я даже не знаю, кого выделять из группы атаки. Нам, скорее всего, придется провести матч вторым номером, и из группы атаки даже выделять кого-то не стоит, потому что там каждый игрок опасен по-своему, и будет сложно против каждого. Ну и, безусловно, команда вечером 18 апреля в 19.00 очень рассчитывает на поддержку болельщика. который, в свою очередь, уж явно соскучился за футболом самого высокого уровня. Надеюсь, надеюсь, придут. Конечно, на полный стадион вряд ли рассчитывают, но хотя бы тысяч 10-15, надеюсь, будет. Поддержите нас, мы же от себя сделаем все, для того, чтобы пройти финал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!